привет мои хорошие обращаюсь к тебе такими мыслями что я нахожусь плену украинцев там переживать ничего не надо все хорошо у меня то что нам рассказывают здесь что украина плохой народ что убивает людей там все это то что это просто наш правительство бывает мозги нашему народу если честно этот народ сами же русские же уничтожают по приказу нашего великого вождя то что тут происходит это все виновата сама россия не украина никто больше они убивают людей мирных жителей убивает детей пусть и знаю что в россии но не та россия которая нам втирают мы агрессор мы уничтожить так что как говорится мы пушечное мясо и вот по последним данным что признала сюда приехала очень много на служащих со всей страны это же там путин нам рассказывает вам что здесь умерла там не за последним данным человек десять все это что-то у нас погибло 8 около десяти тысяч если больше так что не верьте наш нашим новостям что втирает промывая вам маски так что попрошу тебя передать всем видео мое мое обращение что украинский народ очень добрый хоть меня и я здесь раненый но ко мне честно привели лучшие методы меня зашили меня вылечили так что что там рассказывает что-то на плохо относится это все херня нет мирные жители умирают дети умирают просто происходит город оружие красивые города оружие скажи родителям что с тобой будет все хорошо пап со мной все хорошо будет меня не били что то есть а служивцы делать я капитан игорь алексеевич на должности начальника связи командира ввода управления галочная террористского дивизиона служил 2011 года 2014 перешел на сторону российской федерации 24 числа в ночь на 25 мы находились до этого времени на учениях так как нам сказала наше командование на учениях мы занимались занятия конфликт после этого 25 24 числа ночь построились колонны и мы выдвинулись сказали рейдами пройдем через границу и на новую каховку наша задача была как бы ты и приехать новую каховку потом город николаев ну и дальше должны были пойти у нас уже задачи никакой не было другие войска на одессу там будет сказали все договорено с властями жилые дома не обстреливать будет договорено будете проходить просто рейдами все будет нормально как в четырнадцатом году россия забирал открыт когда мы прибыли в новую каховку закрепились поставили на дивизион поставил гаврицы мы не стреляли дома а там на поле то есть сказали что противник на поле и командир командовал на поле я хочу обратиться к народу украины прощения погибают люди дети и все что мы говорили это неправда я хотел бы сделать звонок своей жене рассказать всю правду что здесь со мной когда мы сдавались в плен там вышли обычные селяне службами я скомандовал прекратить огонь вышел первый так ним они сказали мы свои смотрите чем мы воюем мы защищаем свои села вкратце и сразу ну все что они мне сказали я сказал дать оружие положил оружие со мной было 11 человек алло валюшка это я валюшечка смотри это со мной тут еще майор шишканов понял он было 11 человек когда наш камаз подбили мы посадки были а потом когда мы вышли мы увидели что это мирное население здесь военных формирований нету то есть путин дал такой приказ и так понял вот это помнишь я говорил что мы на учениях были и так далее это все ерунда они обстреливают харьков киев дети погибают они жилые дома обстреливают там нет военных формирований это просто люди взяли оружие с собой и это я сдался за юшка я сдал оружие поэтому давай там с катей за диму шишканова за меня я попрошу здесь извинения но как бы я и еще и израдный ты сама понимаешь и я здесь ну как бы сдался в плен здесь со мной нормально обращаются нормально обращайся в фонд солдатских матерей чтобы нас обменяли пока не поздно потому что путин такое натворил когда ты мне звонила у меня просто ну как бы не было возможности уже далеко я был помнишь я говорил я далеко телефон у нас тогда все позабирали специально чтобы мы не знали дали нам эти уколы про медов для того чтобы мы могли в колоть его это как наркотики не чувствовать если там нас ранят ногу оторвал или еще что то в общем вот такая вот ситуация в общем у нас были совместные учения с беларуси у бригады ну жаль на них это ты в курсе да вы там общались вот нас короче обманули на самом деле мы не на совместных учениях а эти учения как бы закончились и нас наше правительство дырявое погнала в украину то есть мы пересекли незаконную границу вот я нахожусь в плену в украине мне надо донести информацию чем быстрее она разнесется по россии грубо говоря да через сми большие через может какие-то цель цель сообщить самое главное что здесь здесь в украине долбят мирных жителей российской федерации то есть идет захват украины они не хотят войны никто не хочет этого кроме россии со мной относятся нормально здесь то есть меня кормят сигареты курю мы все курю тепло одевает там приодевает ну то есть относятся по-людски хотя я здесь по сути как бы никто не сюда не звал никто меня здесь не ждал незаконно незаконно это пересел границу не должно здесь быть привет таня послушай меня не перебивай пожалуйста я нахожусь на территории украины здесь идет война я ранен нахожусь плену короче тут виноваты не украинцы как говорят нам а наоборот наши виноваты наша вторгость здесь разбомбили школы здесь разбомбили детские сады больницы и это делают все наши я нормально они обращаются хорошо накормили напоили хорошо найди посохова алексея петровича жену петровича нет уже они они не успели зайти они вторыми должны были заходить они не хотят здесь здесь хорошие ребята я честно говорю правду говорю наши бомбят как тут конкретно беспредел идет путин ракет все не запустил все больницы нет у них роддома нет да по новостям таня там хуйню показывать по новостям все не платят надо как максимум распространить на нее всем сказать показать это в ехать в армию показать комитет солдатских матерей везде в интернете везде на работе всем рассказать со мной здесь плену корунов серёга корунов жене передай прибыл в украину 24 числа вот сейчас на повыше украине в плену так как у нашего команды и никакой тактики нету идем не ведем мы просто выживаем тут все такого мы здесь не сможем сделать ничего у нас не получится потому что наши команды управлять не могут питание здесь плохое обеспечение здесь плохое так что пацаны там кто остался в россии пишите все кто аэропорта не едьте сюда оставайтесь там лучше останетесь со своими семьями дома будет лучше здесь вы все ляжете здесь украина мирный народ я видел как они живут видел как они друг за друга стоят нету здесь никаких бандерцев никаких бандитов здесь нету хороший мирный народ это мы их атаковали они там не лезли так что пацаны сидите дома а лучше вообще выводить и идите понимаете народное хозяйство гречка дюйвий вадимович 36 лет в городе нижней мере штабной офицер майор секретчик секретчик знал куда въедет кто секретчик а почему в российской армии секреты от секретчиков закончил училище потом увольнялся потом восстановился недавно как бы заработать много денег потому что на семью хватало сколько платили 60 а в украину как попал 5 утра поднялись когда маржа проснул проходили учения союзная решимость что испытал когда приехал страх за то что могут убить к семье не вернусь а самому убивать не страшно было я никого не убивал а если бы пришлось не успели меня расстреляли сразу же как я отстал от колонны что предпринимал чтобы не идти на войну это нечего было принимать все прекрасно знают что было что дизбат лучше убивать чем дизбат я еще не знаю штабной офицер мы не убиваем семья есть а дети дети маленькие сколько лет 4 2 брака они знают что папа воевать пошел с украины какая страна украины какие хорошие нормально приняли получил ранение показали первую помощь накормили напоили дали где спать не бьют не обижают зачем воевать и исполнять преступные приказы не преступление сюда не едьте украинцы народ украины хороший хочу вернуться стыдно да кем ты считаешь вашего президента ну кем